Международный кинофестиваль «Красногорский» – один из крупнейших спортивных киноконкурсов. Его возглавляет легендарная фигуристка, депутат Государственной Думы Ирина Роднина. Торжественное открытие фестиваля по обычаю прошло в Красногорском дворце культуры. Но одинцовцам, чтобы увидеть лучшие фильмы о спорте, в другой город ехать не пришлось. В рамках фестиваля «Спортивное кино» с 1 по 5 апреля увидят зрителей в шести городах Московской области. Впервые такая площадка была организована в горском поселении. Это поучительная роль для молодежи, учитывая, что на территории сельского поселения Горска много спортивных объектов, все вновь реконструированы, и футбольное поле, и хоккейный площадок, и не одно футбольное поле, а в каждом населенном пункте у нас есть эти футбольные поля. Поэтому есть где молодежи заниматься, есть чему поучиться, потому что те легенды спорта, в которых как раз будут показываться фильмы, они как раз выходили все из дворовых территорий. Всю неделю здесь, в Горках, в Доме молодежи, вот за этой дверью можно будет увидеть лучшие фильмы. О спортсменах прийти сюда может любой желающий. Вход абсолютно бесплатный. Право открыть кинофестиваль в Горках-вторых было предоставлено герою России, пятикратной олимпийской чемпионке Ларисе Лазутиной. Хочется, чтобы показывали спортсменов и, конечно, тренеров, и людей, которые их окружают. Это их родители, их учителя, их наставники. Это огромная армия людей, которая помогает тебе достичь высокого результата. Поэтому, я думаю, это будет очень поучительно для нашей молодежи, в первую очередь. И, конечно, вам всем, уважаемые жители, просто посмотреть на своих кумиров. Показ начался с игровой ленты «Чемпионы. Быстрее, выше, сильнее». Фильм рассказывает о реальных историях трех легендарных российских спортсменов. Борце Александре Карелине, гимнастке Светлане Хоркиной и пловце Александре Попове. Более подробно ознакомиться с программой и расписанием показов можно на сайте местного Дома молодежи. Награждение лауреатов кинофестиваля состоится 5 апреля в Красногорске. Дарья Киреева, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».